Зоопарк Без электричества не обойтись, но когда обрывается в проводах полет Беркута, что сказать этому старому человеку, для которого жизнь птицы это и его жизнь. Когда я вижу оскорененный родник, пора не от одежды отрывать жертвенный лоскут от своего сердца. Как уберечь истоки моей жизни, жизнь моих детей и внуков? Наверное, у каждого человека есть своя страна Керметуо. Это редкое нанеслово из народной поэзии означает заветный сказочный край. Для меня Керметуо это горы при Сыкуле. Здесь жил великий монастырь Саяхпай Харалаев. Здесь живет воспетая в монастырь древняя, как земля, искусство, охота с ловчими птицами. Чем дальше от дорог, тем бескорыстнее и отзывчивее люди. От чабанов мы узнали, с кем из охотников надо обязательно встретиться. Где и что надо увидеть. Всю зиму мы мечтали об этом. И вот первый выход. По вьюку не скажешь, что нас всего трое. Но если эти трое, кинооператор и два художника, лошади найдется, что тащить. Суметь бы завьючить. Но люди так охотно нам помогают, что с этой помощью мы заберемся все дальше и дальше в горы. Все выше и выше. Как хорошо! С нами едет Бекташ Боуэкуулу. Ахсакал из села Каракуо. Конечно, ему за 80. И с Беркутом он уже не охотится. Но все, что можно знать об этих горах, он знает. А что еще важно, умеет и любит рассказывать. И тут ему равных нет. Наша цель – урочище Улахол. Здесь, среди безводных предгорий адыров, живет семейство Адербргуты, адырского орла. Говорят, там только что появились птенцы-пушоныши. Причем семья эта многодетная, в полном составе. И теперь все зависит от нас, сумеем мы приблизиться к ним или нет. К концу лета травы в адырах выгорают. Меняется и оперение орлов под цвет жухлой травы. Не зря жмется к даринам Беркутадырский. Там теплей, больше всякой степной живности. Легче с кормежкой. В гнезде только птенцы. Значит, родители на охоте. Обычная пища – мыши-суслики. Если повезет – заяц-сурок. Но как быстро все происходит? Даже не разглядеть. Но дубля не будет. Зато за трапезой можно понаблюдать волю. Тем более, что в эти минуты семейству просто не до нас. Впрочем, орлы предусмотрительны. Они позволяют жить рядом галки, сороки, сойки. Питаться крохами с барского стола. Питаться крохами с барского стола. Питаться крохами с баром. Так, кто это улетел? Мать. А кто с малышами? Отец. А говорят, что отцы не сидят дома. Вон он сидит. А вот снова мать. Ну, теперь можно и прогуляться. А здесь, в уродщи ту разу, среди скал и льда может жить только снежный веркут. Только одного птенца могут прокормить эти сильные и гордые птицы. Да и тот голоден. Субтитры сделал DimaTorzok Вот уже несколько дней в горах льет дождь. Вся живность попряталась. Как может воюет птенец с холодом и голодом? Он все пытается взлететь. Грызет сучья. Напрасно кружит над холодными горами мать орлица. Ей даже стыдно возвращаться в гнезду. Как ждали мы солнца в своей насквозь промокшей палатке в Верховьях Турасу. Вот оно. Наконец-то. Нас провожают в путь древние балбалы. Пусть будет надежным их доброе покровительство. Нам предстоит нешуточное дело. Увидеть в работе охотника Саятчи. Саятчи это тот человек, который поднимается в гнездо Беркута, чтобы взять там птенца. Взять, легко сказать. Как-то все выйдет на самом деле. Наш путь в большой красной скале. Именно там выселили охотники гнездо черного Беркута с пером стального отлива. Странно. Но чем ближе мы к ней подъезжали, тем скала отдалялась. Кажется, все дальше и дальше. Вблизи она выглядела и вовсе неприступной. Ничего хорошего не обещала и встреча с орлицей, которые обычно яростно защищают своих детеншей. Теперь стало ясно, для чего понадобились все эти веревки, палки, даже старый таз. Ну, с Богом, доктор Верксаятчи. Субтитры создавал DimaTorzok Пустойка. Пустойка не навсегда осиротеет эта гора. Пусть в будущей весной в гнездове вновь появится Беркутенок. Пусть Беркутчу воспитает из трапива пленника не только помощника, но и друга. Да, друга. Иначе все теряет свой смысл. И мне вновь хочется благодарить наших бескорыстных проводников. Они делали нам подарки, которым нет цены. Вот один из них. Хорош, птенчик. Что же представляет из себя его мама? Тихо. Вот и она. В когтях у мамы тушка дохлого грызуна. Мама орел бородач. А бородач птица санитар. Удач тебе, большая и уважаемая птица. Говорят, болен, как птица. И все же у каждой птицы своя прописка, свои горы, своя степь. И как бы высоко птица не залетала, а без этой, именно этой земли и не обойтись. И каждый охотник знает, где он встретит свою птицу. И для этого не всегда нужна ему сила и ловкость молодого храбреца Саяччия. Сегодня все может решить стариковская хитрость и терпение. Вы знание птицы. Вот главное. Субтитры создавал DimaTorzok Прости, сизый голубь, что тебе выпала участь живой приманки. Прости, ястреб Чуйлу. Но охотнику вышло время сменить ловчего ястреба. А свой зребий ты вытянул сам. Мы не заметили, как подошла пора в Комуркусь, ранней осени. То там, то здесь выскакивают из-под копыт жирующие фазан и заяц. Пришло время охоты. Пришел час испытать нашего ястреба, Чуйлу. Каким оказался он учеником? Каким учителем оказался его наставник? Вот наши друзья. Известные на всю округу сокольники из села Турайвер. Таштамбек Космаконов и Джекшенебраев. Не будь их, мы не узнали бы многое из того, что вместе с вами видим теперь на экране. Вот она, настоящая охота. Вот оно, состязание и искусство. Азарт и упоение азартом. Субтитры создавал DimaTorzok Друг Таштамбека и Джекшена, охотовед Геннадий Аркадьевич Деменчук. Он тоже заядлый сокольник. Знаток и хранитель древних традиций. Он дружил, выезжал на охоту еще с Саяхпаем Каралаевым, Чалагызом и Манкуловым. Эти имена многим кажутся сегодня чуть ли не легендой. А они вместе учили птиц. И учились сами у природы. И вот сенсация. У себя дома, в Селиотту, Геннадий Аркадьевич получил от сокола Сапсана четырех птенцов и вырастил. Выучил, не потеряв ни одного. Все мы дети природы. Не забудем же об этом. Человек учит птицу, птица учит человека. Впервые случилось, что псокол Сапсан дал в неволе потомство. Значит, все зависит от человека, от его доброты, от его чуткости по отношению ко всему живому и сущему. Музыка. 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 Кутулду из села Тёрткуль. Приехал к нему Беркут Чумухтар из Казахстана. Поделился горем. Был у него Беркут Молор. Пустил он Молора на красную лисицу. А лиса не побежала, как все. Она залегла в камнях, и когда молор спикировал, лиса увернулась. Брат, сказал Мухтар, меня привела слава твоего беркута и моя беда. О камне разбился мой молор. Накажи красную лисицу за хитрость и коварство. КОНЕЦ КОНЕЦ Доволен был Биркутчу Мухтар. Уж как здорово помянули они молора. А Кутулду вспомнил свое. Была и у них красная лисица, бурочище Царуко, и хитрая. Ни одному беркутчу не удавалось ее взять. И однажды они встретились. И зверь начал кружить вокруг куста Итмурун. Но Ахчегир взмыл через голову и встретил лису в лоб. Да, лиса знала. Куст Итмурун очень колючий. И птица поранилась. Ослеп Ахчегир на один глаз. Что делать? В таких случаях птицу отпускают на волю. И вот после отмщения этот час настал. Прощай, Ахчегир. Двадцать лет верой и правдой служил ты мне. Сколько всего повидали мы вместе. Прости, что когда-то лишил тебя воли. Но иначе нам бы не знать друг друга. Теперь лети в свои горы. Найди себе спутницу. Будь счастлив во всем, в охоте и потомстве. Я все сказал тебе. Прощай. Участлив в небе. Всё, dai! Учак. Прошло пять лет. Однажды Утулду ехал с друзьями на отдаленную зимовку. По привычке он смотрел в небо и вдруг увидел трех орлов. Смотрите, закричал Утулду, это же мой Ахчегир. Кончай, смеялись спутники. Это ведь не курица из твоего курятника. Мало ли в небе вольных орлов. Ахчегир, кричал Утулду. Это я, я. Неужели ты не узнаешь меня? Ахчегир, кейту, кейту. Как ты узнал его? Спрашивали изумленные чабаны. Ведь он был так далеко. Очень просто, отвечал Утулду. По взмаху крыла. Мой Ахчегир не зряч на один глаз. И вместо одного взмаха ему приходится делать два. Дорогой мой, ты все-таки узнал меня, не забыв. Так пришло время прощания. Истякли все наши неприкосновенные запасы кинопленки. Пошли в ход последние картоны для эскизов и этюдов. Ладно, согласился позировать нам Гекташ Бога Кулу из Карако. Рисуйте, пока мы, старики, еще есть. Помните, когда нас не станет. Субтитры создавал DimaTorzok Перед отъездом мы поднялись на гору, где так любит посиживать старый Бекташ Бога Кулу. Кэйту. Возник в душе тот старинный клич, которым Веркуччи зовут к себе своих крылатых любимцев. Кэйту. Шепчу я в своей заветной стране, кэрмито. Кэйту. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok